И снова добрый день, дорогие мои! С вами, как всегда, Алкобарт. И, конечно же, мы будем что-то пить, а заодно об этом и поговорим. На что вам должны намекать эти три бокальчика, стоящие передо мной? Они выставлены в количестве трех, точно так же, как и было в предыдущем видео про украинские коньяки. Ссылочка для тех, кто не видел, сейчас появится, а мы продолжаем. Так вот, если в прошлый раз все было просто, то есть были три трехзвоздачных коньяка, то сегодня у меня, простите, раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Причем на раз-два он вышел, а дальше мы имеем три, это Коблева, четыре, это Десна и пять Ай-Петри. Коблева, Николаевская область, Десна, Одесский, а Ай-Петри, ну, конечно же, кто еще может выпускать Ай-Петри, кроме как Днепропетровская область, дорогие мои, что меня заранее пугает. Хоть и наличие пяти звезд на этикетке. Ну, это все мелочи. Как вы понимаете, с мелочами мы привыкли справляться. И тем более это все зло, а зло мы будем, естественно, уничтожать, но этот прикол уже, как говорится, давний и баянистый, поэтому просто открываем. Коблева, три звезды. Я, кстати, больше люблю именно трехзвездочные, я потом объясню, почему. Ну, я сейчас говорю именно про дешевые варианты коляков. Я предпочту взять три, а не четыре или пять. Так, как бы это так поровно примерно налить. Давайте мы их вот так отставим, чтобы они с одной стороны были видны, а с другой... Ну, вот вы знаете, в Днепропетровске Ай-Петри, конечно, заколачивают хорошо. Тут уже все по-взрослому. Сразу видно пять звезд. Ну, она запах как полторы звезды. Ну, ладно. Не будем так нагло сразу реагировать. Короче, вот, ребятушки. Вы знаете, здесь на цвет чуть-чуть немножко последний вариант, который Ай-Петри, он реально отличается. Я не знаю, как цветопередача с камерой, я уже как-то говорил, у меня просто руки из жопы. И настроить правильно я все равно не могу, но... Ай-Петри ощутимо светлее. Десна ощутимо, наверное, чуть темнее. Ну, хотя не ощутимо, но чуть-чуть. А Коблева средненький такой вариант. Ну, что я могу сказать? Запах. Коблева чем-то немножко шоколадным понесло. Чуть-чуть вот таким притверно-сладким. Десна ничем. Кстати, Десну в 15-м году в Одессе я очень любил. Я как-то вот вывел для себя, что из дешевых коньяков это вообще идеальный вариант был. Ну, сейчас не знаю, как зайдет. Ай-Петри пахнет побогаче. Да, тут уже, значит, из этих трех Десна, наверное... Давайте еще раз с обратной стороны. Значит так. Однозначно проигрывает Десна. По запаху 100% проигрывает. Какой-то такой сивухой, знаете, несет. Вот с этих двух я даже не знаю, что делать. Коблева. Коблева первое место, Ай-Петри второе. Десна третье. Примерно вот так распределились. Но это, по крайней мере, именно по запаху. Ай-Петри вроде пахнет дорого-богато, но очень много этого запаха, понимаете. А Коблева как-то три звездочки свои отрабатывает прекрасно. Ну, пробовать начнем, наверное, с последнего моего нынешнего места. То есть, с Десны. И по Капитошке, как говорится. Что-то пока... Пока вообще Десна не заходит. Хотя вот действительно в 2015 году вообще было идеально. Ну, тогда была Десна трехзвездочной. А тут что-то вообще не то. Ладно. Однозначно лучше, чем Десна. Без вариантов. Ну и фаворит первого тура, который по обонянию, это Коблева. Да. Вы знаете, вот сейчас Ай-Петри вырывается на первое место. А я по этому поводу все-таки так задумаюсь и грызану кусочки яблочка. Вообще странно. Тут походу разворачивается нехилая борьба просто между ними. Причем, что интересно, на данный момент все равно мне Коблева больше сбалансированный. Да. Ай-Петри выиграл в первом же туре. Но вот Коблева как-то больше сбалансированный. Никогда не ждал от Николаевского коньяка сбалансированности, если честно. Но вот так пока получается. Ну и понятно, что Ай-Петри, производимый под Днепропетровском, это тоже своего рода уникум. Ну, нос-то чешется. Значит, пора продолжать. Теперь будем, наверное, с обратной стороны. Начнем с Ай-Петри. Знаете, по Ай-Петри, все классно, но ощущение, что его развели еще до розлива. Нету вот ощущения целостности. Правда, вот как будто вам дали чуть-чуть разведенной водой. Причем вроде бы и крепость соблюдена, вроде все хорошо, но что-то здесь не так. Жидковато. Вот жидковато. Коблева. Вот этот шоколадный привкус, который у меня вначале был запах такой чуть-чуть шоколадный, вот он сейчас начинает мешать. Но реально держится на уровне просто. Ну, тесна, хоть второй раз не подведи. Знаете, я когда сначала вот этого захода сказал про Ай-Петри, что он как немножко разведенный, в той же степени могу сказать про десну, что он как чуть-чуть концентрированный. Может быть, это как раз то, что мне понравилось тогда, в далеком 15-м году. Но вот как-то, вы знаете, сейчас десна реально не подводит, поэтому становится вровень обратно с ними. И нешуточная битва все-таки предстоит. Но так как десна немножко проигрывал и по запаху, и в первом туре, то его мы, собственно, и выпьем как ту самую третью. За трезвость не чокаясь, за дурочков месяца и за секту фанатов китайского спирта. Я не могу понять, что что не так. Чуть-чуть что-то не так. Кстати, обновляем все три. Должно, наверное, вот так вот. И сейчас у нас будет решаться победитель, то есть проигравший. Первый проигравший, который уйдет с арены в слезах и в соплях. А я вам пока кратенько расскажу о том, что я, например, я почему уже говорил на эту тему, что я предпочитаю трехзвездочные. Понимаете ли в чем дело? Если у вас коньяк не сильно понтовый, как говорится, не на пароходе из Франции приехал, а местного производства, а еще и непонятного названия, то лучше брать трешечку. Во-первых, может такая быть вероятность, что ваша пятерочка по факту тоже трешка, но чуть дороже и просто звезды прорисованы. Пункт второй. Коньяк коньяком начинает считаться именно с трех лет. То, что до трех лет это бренд. И вот тут начинается следующее. Чем меньше лет, тем мягче. Вопрос в том, что чем дольше он стоит, тем больше он, естественно, напитывается от бочки. В общем-то, в этом вся затея изначально. И вот тут вопрос, как эта бочка обжигалась, из какого она дуба сделана и как она до этого использовалась. Те из вас, которые любят вискарин, например, прекрасно знают, что очень много виски делается в бочках из-под хереса или из-под портвейна. И просто виски набирает оттуда добавочный вкус и мягкость. Здесь же хрен пойми откуда что. Это абсолютно серьезно. Я допускаю, что эти бочки, например, закупаются после винной какой-то промышленности уже на отстой, скажем так, коньяков. Но не факт. Потому что намного проще сделать обычную бочку большого объема, обжечь ее изнутри банальной газовой горелкой, как, кстати, обжигаются и для виски бочки, или просто открытым огнем проходит. И все, и она пошла. От степени прожарки зависит, как бы это вам сказать, даже, наверное, шоколадность, карамельность вкуса и какие-то еще свои там качества в зависимости от сорта дуба мы этим тоже заниматься не будем. В теории этих сортов дуба немного, которые можно использовать. Но, опять же, это вообще тема для отдельного видео. Касаться сейчас смысла нет. Так вот, предположим, что взяли самый дерьмовый вариант из дуба, обожгли крайне криворук и кривожопа, и туда налили коньяк. Ребята, трешка будет лучше, чем пятерка. Потому что трешка в этой фигне побыла меньше лет. И я думаю, что многие из вас замечали, что, правда, трехлетние коньяки обычно мягче, а они банально всегда должны быть мягче, они набирают меньше из дерева. Меньше масел, меньше дубильных веществ, меньше танина, меньше всего вот этого вот. И, соответственно, трешку пить, если вы не знаете, о чем идет речь, если это не коллекционный коньяк, хрен пойми, за сколько денег, трешку пить однозначно безопаснее. Так что, ну вот. Начнем теперь со среднего. Раз уж вот так не повезло у нас Дисне, странно, конечно. Я, честно, вначале думал, что Дисна будет вести себя намного лучше и покажет себя с лучшей стороны. Но, поехали. А сейчас уже ожидаемо входит хорошо, то есть уже как бы выпито не первое, уже все нормально, и Дисна уже как родной коньячок, все. Но все равно какая-то вот в послевкусии горечь присутствует, непонятная, честно. Ну, давайте коблева. 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 После Дисны сейчас не заходит. Вот понимаете, в чем дело. Если в предыдущем видео у меня все было просто и понятно, я сразу вычленил, скажем так, победителя, то здесь это очень сложно. Они, вплоть до того, что меняется ощущение от бокала к бокалу. Ну, а Петри? А вот Ай-Петри сейчас просто волшебно зашел. Я ни хрена не понимаю. Единственное из того, что я понял, что сейчас у нас проигрывает Дисна. И даже, честно, допивать не хочется. Хотя в другое время захотелось бы, и ничего, и допилось бы, но мне же тут еще решать. У меня же тут Битва Титанов. Поэтому вот так. И я думаю, что, скорее всего, третья серия этого занимательного сериала тоже будет. Потому что вчера у меня шабо. Сегодня я еще не знаю, кто из них. Но, может быть, это будет не отдельное полное видео. Ну, кому ну нафиг надо. Может быть, будет сокращенное. Но Битва Титанов будет точной. И кто это будет из этих двух, я пока не знаю. Конечно, я бы, честно, так вот, предвзято хотел бы выбрать Коблева. Абсолютно серьезно. Во-первых, все-таки Коблева, ну, Николаев как-то ближе к конечному производству, намного ближе, чем Днепропетровск. Ну, поверьте. Вариант Айпетры, разливающийся в Днепропетровской области, это, простите, смешно. Но держится-то сейчас хорошо. Хотя на вкус и как разбавленный. Стареем, кашлять начинаем, значит, пора выпить. Вы же понимаете, как только происходит что-то непонятное, неизвестное доселе, кашлянул, еще что-то, еще что-то, какая-то мысль в голове родилась, надо срочно выпить. И сейчас сравниваем эти два. Сейчас пока один раз по запаху. По запаху Коблева. Правда. Серьезно. Это сейчас не предвзято. И сейчас по вкусу. А вы знаете, что я вам сейчас скажу? Вы, конечно, можете писать в комментариях, что я продался, что я изначально хотел отдать победу Коблеву, но Ай-Петри уходит. И я коротко расскажу, почему. Дело вот в чем. Ай-Петри, с одной стороны, он выглядит разбавленным слегка. Ну, правда, вот на вкус. С другой стороны, он слишком резкий для того, чтобы ему отдать в данном случае первое место. Поэтому, как бы вы там не матерились, глядя это видео, но я отдам первое место вот этому вот, Николаевскому трехзвездочного варианта. Это на мой вкус сейчас самый мягкий из представленных и самый, наверное, толковый. Хотя, Ай-Петри прекрасно имеет право на жизнь, и я вот сейчас вот думаю, зря я это сделал, но уже переписывать не буду. Поэтому просто закусим яблочко. Ну, будем продолжать с Коблева. Как говорится, цвет, там про коньячные ножки уж говорить не будем. Кстати, не далее, как сегодня. Почитал про коньячные ножки. Много прочитал, на тему того, что в настоящем коньяке они сползают медленно, и сколько секунд они сползают, столько лет коньяку. Я взял свой самогон, настойный на палочках дубовых, и понял, что моему самогону где-то лет 17-18. То есть, честно говоря, для меня такой вариант определения по коньячным ножкам вообще не прет. Поэтому давайте за то, чтобы наши победили. У каждого свои наши, каждый будет не в обиде. Поехали. Да ладно, ну вот правда, ну вот самый же толковый вариант из тех, которые сейчас есть. Ну, чтобы не терять квалификации, я уберу этот коньячок. Где же ты где? Звездочка алая. Да, тут пойдет маленькая нарезка, потому что, вопреки моему желанию, жена решила, что эта бутылка здесь стояла просто так. Ее надо было спрятать. А она стояла, конечно же, совершенно случайно, подготовленная к записи. Поэтому вот так получилось, что сейчас был не очень приятный разговор с женой на тему «Не трогай мой реквизит! Вообще никогда!» Ну, вы же понимаете. И бутылка вернулась. Короче, вот, господа. Для того, чтобы сбить вкус и запить это все, под конец все-таки накапал мимо. Ну, ладно. За это немножечко водочки. Потому что много коньяка пить нельзя. И я вам уже об этом рассказывал. А также за вас, за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши комментарии, за то, что вы ждете следующих видео, которые выходят с пугающей периодичностью. И за то, чтобы все у нас всех было хорошо. Поехали! И всем пока!